Признаки и симптомы нарушения дисбаланса ваты. Опять-таки, мы идем просто по этой главе все дальше и дальше. И Чарака, соответственно, он описывает различные симптомы. Обострение ваты порождает следующее. Сокращение. То есть, как сокращение, скажем так, сказывается на организме. То есть, сокращение конечности, допустим, вы не можете сжимать и разжимать кулак. Сокращение внутреннего состояния сосудов. При шейных остеохондрозах ток, допустим, жидкости, он прекращается, ухудшается, скажем так, из головы. И это сокращение вызывает болевые ощущения, может болеть голова, может увеличиваться внутричерепное давление. И также из-за стресса иногда происходит сокращение кишечника, прямой кишки. У человека возникают заборы, запоры. Парванамстамба пхеда. Жесткость суставов и боли. Соответственно, мы неправильно поспали, мы утром просыпаемся, и мы не можем разогнуть шею. У нас болит позвоночник или болит рука. Очень часто от напряжения у мужчин и женщин напрягаются плечи. Вот эти мышцы плечевые. И жесткость получается мышц, жесткость суставов. Иногда человек, если не занимается спортом, он не может разогнуться, не может согнуться. И, соответственно, у него могут быть болевые ощущения. Ужас лома, харша. То есть внутренние ощущения, все время ужаса, дисбаланса, как бы нестабильности. Пролапа. Множество пустых разговоров. Но очень часто человек в Атеконституции говорит очень-очень быстро. Поэтому получается, что множество пустых разговоров, и как бы человек это не отслеживает. И когда вы у него спрашиваете, а вы всегда так быстро говорите, он говорит, да нет, я нормально говорю, почему нет, что вы меня не слушаете, меня что-то не понимаете, что ли. Вот такой вот ускоренный вариант, ускоренная речь, это в первую очередь сигнал того, что вата вышла из дисбаланса. Жесткость рук, спины, головы, слабость рук и ног, то есть когда человек не может сжать мышцы, не может отжаться, подтянуться. Это своего рода дисбаланс, когда не может поднять там несколько килограмм, то есть обычно и так далее. И атрофия, истощение конечностей. Ну, здесь речь идет больше о неправильном развитии, неправильном формировании конечностей. Ну и, конечно же, опять-таки, те заболевания, когда какая-то из конечностей истощается из-за неполучения питания, из-за травмы. Соответственно, это проявление того, что вата увеличивается в данном конкретном месте тела. Также это бессонница. Обычно, когда у человека дисбаланс вата выходит, это всегда проявляется в нарушении бессонницы. Здесь лучше давать препараты, дыхание вселенной и водная гладь. Также из-за увеличения ваты и сушения организма. То есть не случайно, вот один из симптомов сухость, холодность. То есть когда у женщины, девушки пропадает такая жировая прослойка, то есть очень тело худеет, слабеет, что это может приводить к потере менструального цикла. Это как раз так же дисбаланс ваты. И здесь обязательно нужно применять, конечно же, в первую очередь принципы питания. Причем по своим пациенткам, могу сказать, очень часто вот такой симптом приостановления, скажем так, уничтожения менструального цикла возникает у девушек-вегетарианок, веганок, которые долгое время, не учитывая свою конституцию, соответственно, не едят мясных продуктов, молочных продуктов. И из-за того, что они очень много, к примеру, занимаются спортом, профессиональный, допустим, спорт даже иногда, соответственно, жировая ткань, она утончается, цикл прекращается. Поэтому здесь очень важно питание. Причем, скорее всего, в данном случае речь пойдет о изменении стиля питания с вегетарианского на невегетарианского. Потому что, ну, вы дальше видите по некоторым стихах, шлокам, которые говорит Чарака, здесь именно изменение нужно питания. Тонкое ощущение и онемение в теле, также связано с дисбалансом, с увеличением вата души в различных тканях, сокращение головы, носа, глаз, суставной области и шеи. Здесь речь идет, в первую очередь, и о каких-то травмах, связанных с этими органами, и также о сокращении размеров, то есть впадании, сокращении, сужении. Ну, это такие очень тяжелые стадии, когда вата увеличивается, потому что, к примеру, у пожилого человека, мы можем видеть, то есть был большой человек, и со временем он иссушается, то есть вата в теле увеличивается, и тело человека как бы становится меньше, при том, что мышечный, то есть, ну, скажем так, каркас опорно-двигательного аппарата, он остается в том же состоянии. Расщепляющая боль, колющая боль, мучительная боль, судороги, бессознательные, это все состояние, ну, именно таких различных оттенков дисбаланса ваты, и здесь, конечно же, речь не идет уже о пище, здесь речь идет о различных процедурах, по крайней мере, промасливание, пропаривание, принятие большого количества трав и препаратов, ну, выполнение каких-то масляных клизм и других процедур. Избыточная усталость и аналогичные другие признаки и симптомы, когда у человека не хватает энергии, даже до обеда бывает, где-то в 5-6 часов вечера уже энергия пропадает, это все связано с дисбалансом ваты, то есть с сухостью в организме, с неправильной работой нервных окончаний, с неправильной циркуляцией ваты и праны в организме, поэтому, конечно же, это состояние нужно лечить и питанием здесь в том числе, наличием микроэлементов, поддержанием агни, потому что очень часто вата как раз увеличивается, скажем так, из-за того, что очень много сухости в организме, недостаточно микроэлементов. Как еще проявляются различные симптомы, связанные с тем, что вата увеличилась в теле? В первую очередь это может быть связано с задержкой мочи и стула, то есть с запорами и то, что человек ходит в туалет, как бы у него возникает желание, допустим, мочеиспускания или сходить в туалет по-большому, но когда он осуществляется амак, то моча, допустим, не выходит сразу. Конечно же, здесь еще могут быть, допустим, у мужчины симптомы и простатита, у женщины больше моча плохо выделяться, и болевая ощущения там связана с циститом, то есть и другие доши, они в том числе участвуют в этом. Но, тем не менее, следующий симптом – это выпадение прямой кишки. Опять-таки, связано с дисбалансом ваты, то, что вата не может правильно поддерживать мышечный тонус, допустим, тазово-дна, вот, или самая прямая кишка потеряла свою эластичность. То есть много различных, скажем так, причин, тем не менее, когда человек сидит долго в туалете, и у него запоры, и он тужится, то это также может быть связано с выпадением прямой кишки. Сюда же можно отнести, допустим, опускание матки или опускание органов малого таза у женщин. Это как раз все относится к дисбалансам, которые сложно вылечить именно едой. Хотя, если мы связываем запор с выпадением прямой кишки, то, конечно же, здесь нужно налаживать питание. То есть есть пища с большим количеством клетчатки, волокон, для того, чтобы она, ну, как бы двигала всю остальную пищу на выход. Хреда и рога – болезни сердца, обычно связанные с балансом ваты. Это может быть и мышцы сердца, и само биение сердца, то есть функции могут нарушаться. Гульма – опухоль, различные опухоли. И обычно здесь доши перемешаны. Не только вата принимает участие, но и другие доши. Ну и, конечно же, паршива шула – это боли в боках, которые обычно всегда связаны с дисбалансом ваты-доши. Подергивание и ощущение в области тела с различными типами боли, ощущение, что суставы сухие или растрескиваются. Это также Чирак, он продолжает просто описание различных ощущений, различных симптомов, связанных с ватой. И мы сразу же понимаем, что, к примеру, сухие суставы – это промасливание, пропаривание, приём пищи, которая содержит маслянистость, тёплой пищей обязательно. Но оболевые ощущения здесь нужно смотреть, потому что, может быть, нужно уже принимать препараты, идти к врачу и так далее. Боль в области сердца, пупка, боков, грудной клетки, живота, жажда, кашель, сухость горла, а также рта и шваз, одышка – это всего симптомы ваты, причём очень часто, когда уже возникает и сухость горла, рта и одышка, это может быть также связано и с другими симптомами. Допустим, дисбаланс капхи, когда тяжело дышать, одышка, дисбаланс спиты, когда сухость рта, то есть, допустим, при сахарном диабете, причём диабет является болезнью, которая в основном связана с тремя дошами вместе. Это всё различные оттенки заболеваний, которые мы можем поддерживать процедурами, препаратами и едой. Продолжение следует...